Дмитрий Смирнов Дмитрий Смирнов Как монастырь и монашество. Это христианство. Нет, ну почему? Считается, что у буддистов ламаистского направления тоже есть монашество. Да, я прошу прощения. Мировые религии, давайте так определим. Есть три мировые религии. Это буддизм, христианство, ислам. Я сейчас буддизм немного принесил, да, приношу свои извинения, я с иудаизм. Потому что иудаизм ошибочно. Люди причисляют к мировым религиям, но это на самом деле не так. Да, в мировых религиях есть монашество. Ну это, как договориться о терминах. Откуда это взялось? А для чего? Это явилось как естественный такой процесс жизни церкви, как реакция на то, что Римская империя пала к ногам Христа. Сначала в лице императора, ну а потом, понятное дело, такой пример равнопостольного царя Константина. Он оказывал влияние. И всякие появились преференции в сторону христианства. И сначала было прекращено гонение. Вот. И огромное количество людей уже стали вливаться в церковь. И если ранее, чтобы быть христианином, нужно было рисковать как минимум свободой, а как максимум жизнью, то в эту эпоху, когда, ну каждый человек мог просто открыто стать христианином, ничего ему за это не было, то вот церковь стала некоторым образом обмерщаться. Потому что стать христианином, это оказалось уже не так дорого. Вот. И всегда были люди, и сейчас, слава Богу, есть, которых совершенно не устраивает такое тепло-хладное отношение ко Христу. Вот. Это такие, ну, можно сказать, гвардия церковная, максималисты такие. И они давали обеты Богу. То, что для людей в миру дорого, то они отрицали. Семейную жизнь, потом жизнь, ну, стяжание имущества и всё время творение своей воли. То есть, наоборот, отказ от собственной воли. Сначала монашество возникло как отшельническое. Люди жили отдельно от других. Монахов общат слово один. И молились Богу. Вот. Но несколько позже возникли такие скидские уставы, когда такие отдельно живущие монахи собирались вместе раз в неделю для того, чтобы совершить божественную литургию. Большинство монахов подавляющее. Большинство не были священниками. И вот. И они просили, чтобы к ним пришёл кто-то из города, какой-то священник. И вот для них совершил литургию. Они могли причаститься к святых христовых тайн. Потом возникли монастыри киновийные, когда монахи стали жить общежительно, таким братством. Помогая друг другу и облегчая ведение, ну, такого хозяйства для поддержания жизни. Чтобы, ну, как можно меньше заботиться о еде, о одежде и так далее. А первые монахи вообще обычно питались только хлебом и водой. Хлеб сушёный. Иногда на рынке продавали какие-то свои изделия для того, чтобы приобрести этот хлеб. Ну, там, в частности, корзины плели или гончарные какие-то изделия. И надо сказать, что монашество стало очень сильно распространяться. Возникло учёное монашество, потому что в монахи шли не только люди простые, крестьяне, скотоводы, купцы, ну, и даже вельможи, которые были прекрасно образованы и знали языки. Вот. И появилась такая целая литература. Можно сказать, великая литература церковная, которая представляет огромный интерес до сих пор. И для людей, ищущих Христа, и для людей, которые изучают эту эпоху. Вот. Благодаря этим, этому золотому веку христианства, четвёртый век. Вот. И впоследствии вот этим героям-монахам, которые, оставив всё, служили миру и церкви молитвой. Вот. И так вот в монастырях создались очень такие важные, драгоценные вещи. Ну, например, наше богослужение. Потому что монахи стремились к тому, чтобы ежедневную службу совершать. И постепенно выстроился такой устав, которым в большой степени мы пользуемся до сих пор. Это устав монастыря сова священного. Вот. Монастырь этот до сих пор существует. Вот. И он явился примером вообще для всей церкви. И сначала каждая поместная церковь имела, ну, свой обычай. Совершение богослужения, божественной литургии. Вот. Ну, а потом они, все эти литургии, были вытеснены литургиями Василия Великого, Иоанна Златоуства и Григория Двоеслова. Вот эти две полные божественные литургии, одна прежде священная, которые вот явились основой евхаристического устава. Вот. Ну, и возникли уставы и всеночного бдения, и различных служб святым, вот, их определенная градация и так далее. Очень такое красивое сооружение литургическое. И кто из христиан до сих пор начинает это изучать, он, конечно, всегда будет поражен архитектонике этого дивного здания. И на многие годы бывает покорен. Вот. То есть красоте, логичности. И вот. Точное богослужение от года в год повторяется у нас в церкви. Это раз в несколько более чем 500 лет. Можете себе представить. Такие сочетания служб. Вот. Цель монашества – приблизиться к Богу. Потому что все, что касается к обычной жизни человека, на что уходит много сил, времени, это все отодвигается на дальний план. А на первое – общение с Богом. В таинствах, прежде всего, Евхаристия и молитвы. Ну и постольку, поскольку еще добрые дела. Ну, в отношении друг к другу, к братьям и так далее. Постоянное упражнение в делах любви, поиске смиренно-мудрия. Вот. Никакого стяжания. Монах, он имеет одну или две одежды. Одна пока стирается и сохнет, а вторую носит. Вот. И полное послушание игумену, вот, или старцу, которого либо сам человек себе избирает, избирал, либо назначался старшим монахом или игуменом. И вот. И он, совершенно отсекая свою волю, вот, достигал такого нравственного христианского совершенства. И на высших этапах такого духовного развития он сподоблялся общением с Духом Святым. Вот. И сам потихонечку, незаметно для себя, превращался в Святого Старца. Вот. И некоторые довольно молодыми еще людьми. Вот. По своей такой ревности, чистой жизни. То есть, те люди, которым доводилось с ними общаться, покоряли их совершенно такой небесной красотой души. Вот. Достаточно было раз или два видеть такого человека, и человек уже, видя перед собой эталон, он становился христианином. Это. И вот роль монастырей, она всегда была огромна. Вот. И сейчас то же самое. Конечно, такого явления, как мы наблюдаем в первой половине средних веков, когда вот бывали монастыри по несколько сотен монахов, из них все были святые. Ну, такие настоящие, в которых Дух Святый жил, и ими во всем управлял, совершенно были не злобовы, не корыстные, не завистливые, совершенно совершенные люди. Вот. Это было как раз вот продолжением дела Христа на земле. То, что Христос был совершенный Бог и совершенный человек, и в себе самом явил эталон и идеал человеческой жизни. Вот. И монахи, они также продолжали, достигая совершенства, служить этому миру, что каждый человек, глядя на настоящего монаха, мог понять, что такое христианство воочию. Вот это такое драгоценное их служение. Потом, несколько позже, стало появляться и женское монашиство. Вот. Не в таком широком развитии, вот. Но все-таки даже стали появляться еще позже женские монастыри. И тоже они достигали и такого просветления, и умственного, и духовного. И приобретали от Бога дар рассудительности, что могли даже давать советы людям, которые, ну, в своем пути не так далеко прошли путь от греховного человека к Богу. Вот. И это называлось отвержение мира. Не мира, как сообщество людей, а мира, как мир страстей. Вот в монашестве человек имеет возможность и имеет примеры, как побеждать вот все пагубные человеческие страсти. Отец Дмитрий, есть люди, которые любят подвергать все сомнению, с одной стороны, и ищут ответы на вопросы ради процесса зачастую. А есть люди, которые действительно, в общем, открывают Библию, читают, и у них возникают эти самые вопросы уже по другим причинам. Просто потому что, ну, им кажутся нелогичными некоторые вещи. И вот если говорить о монашестве, многим интересен такой вопрос. Ведь Господь завещал, плодитесь и размножайтесь, и брак благословил. И мы помним притчу о превращении воды в вино. Но это не притча, это был такой просто факт. Да, факт. Как согласовать вот этот момент того, что Господь благословил мирскую жизнь, семейную жизнь, благословил плодиться и размножаться с тем, что монахи уходят из мира? Вот это... Анечка, очень просто. Это настолько просто, как вот раздавленное сапогом, выйденное уже до того, яйцо. Все вот такие вопросы, нарушения логики, это от невежества. Потому что человек открывает, как вы сказали, Библию, вот и читает. А нужно не открывать и читать. Нужно её знать. Если человек знает Библию, он знает, что Господь говорил и о том, о тех людях, которых немного, но которые могут вместить в безбрачную жизнь. И таких мы знаем с самого начала христианства. Ещё даже на заре его. Первым таким монахом это был Иоанн Предтеча, который совершенно был воспитан в другой традиции, который вообще не знал о монашестве. Каждый нормальный и воспитанный еврей, религиозный, его главной задачей было жениться, потомство приобрести, как дар от Бога, и ждать, что кто-то из его рода станет мессией. Вот главное служение было, главное мессианское ожидание было для народа Божьего. Иоанн Предтеча нет. Он ушёл в пустыню, питался акридовыми и диким мёдом, и говорил, что вот скоро после меня придёт мессия. И вот это был как бы такой предтеча и монашество тоже, потому что Христос, он тоже, мы не можем сказать, что он монах, но во всяком случае те, кто стремятся к высшему Христоподражанию, то они живут как он, а он даже, понятное дело, и на это совершенно не рассчитывал, зная, что он будет в 33 года убит, и такой задачи у Сына Божия не было. И быть не могло. Поэтому идеал, который во Христе, это как раз девственность, целомудрие, любовь к Богу, молитва и служение, служение, милосердие своим ближним. Вот что? Умывать ноги своим ученикам. Вот и идеал Христа. И он об этом говорил. Просто люди это не знают, читают кусочками. Из этих кусочков эти пазлы не складываются в общую картину. Поэтому им кажется противоречия, потому что каждый человек, особенно из тех, которые любят не соглашаться, это от чего просто? От гордости. Потому что каждый думает, что он самый умный из тех людей, которые три с половиной тысячи лет читают Библию. А до этого это были дураки полные. Несмотря на то, что они переводили на разные языки, и сейчас переводят, продолжают Библию. Даже на язык гагаузов, например, Библия переведена. Всего-то там несколько сот человек знает, тысячи человек знают этот язык, но и на этот переведено. А они считают, что нет, они умные. Поэтому ищут противоречия и находят, ну, понятно, но это продукт невежества, а не знания. Потому что есть все ответы. Очень интересно, что продукт невежества, а не знания. Конечно. Уход в монахи. Это сила человека или слабость? Невозможность противостоять всем мирским соблазнам и сосредоточиться на том, на чем хочет сосредоточиться или все-таки сила в том, что человек может отречься от всех тех соблазнов, которые в большом количестве вокруг него существуют? Бывает и так, и так в истории. Потому что монастыри служили убежищем и для слабых. Но эти слабые у сильных заражались религиозным энтузиазмом. И постепенно душа их крепла. Но изначало, потому что любой человек, который считает, что монашество это слабость, всем бы рекомендовал ну, хотя бы дня на 4 поехать в монастырь. И пожить дня 4, я не говорю, 40 там. Это вряд ли кто выдержит. А вот 4 дня монашеской жизни. вставать в 5 утра на молитву, два раза в день вкушать пищу, никакого мяса, сейчас у вас пост и без рыбы, и вечером молиться всего часов 10 на молитву, стоя. вот милости просим. А еще освоить церковные пения, чтения, и еще молиться за весь мир, читать огромные поминовения, потому что из окрестных городов присылают с просьбой о молитве, и они аккуратно читают все эти имена. А помимо этого еще послушание. Сейчас лето, огородные всякие, на скотном дворе. Что-то было понятно слушателям, которые совсем далеко не в теме послушания, то есть хозяйство ведь тоже никто не отменял, и хозяйство заниматься может. Да, ну конечно, надо, во-первых, кормить паломников, они все голодные, как всегда. Есть такая неудача. Да, они приходят и сразу спрашивают, а где столовая, где покушать? Вот их кормить. Поэтому в монастырях теперь во многих держат и коров, и коз, и, так сказать, я, например, впервые козье молоко попробовал в монастыре в Крыму. Вот, мне очень понравилось. Вот никогда раньше не пил до этого. Но это правда уж было лет 20 назад. Вот, и очень много всего. Там и пчелы, в общем, каждый за неделом. А зимой дрова, топить монастырские помещения, храмы, ну, и много-много всяких очень вещей. То есть, вот так вот просто в монастыре быть в праздности, это невозможно. Поэтому монах, он должен быть физически очень сильным человеком. Какие обычно такие бывают. Посмотрите на их ручки монахов. Сразу будет ясно. Это просто зрелище незабываемое. Это не руки обычно, а ручищи. Что такое отказ от собственной воли? Человек, который приходит в монастырь и принимает постриг монашеский, мы слышим о том, что он несет послушание и на этом отказывается от своей воли. Что это означает и как это понимать? Ну, означает вот что человеческий ум и сердце, они в результате греха от падения от Бога претерпели такие очень глубинные антологические изменения. Вот это видно прям по маленьким детям. Хочу, не хочу. Вот все у них в этом интервале. Вот я хочу, и он еще будет требовать, настаивать, пока подзад не получится. Вот, или не хочу. Одеваться не хочу, в детский сад не хочу, или наоборот хочу, и так далее. И вот все время такая борьба, он все время что-то хочет или что-то не хочет. А монах, он воспринимает жизнь вокруг себя как волю Божию. Он свое хочу, не хочу отодвигает. Ест то, что дадут. Одевается в то, что дадут. Делает то, что скажут. Не делают то, что скажут, не делай. И все. И у него освобождается вот его душа, потому что он вот эту свою порочную волю, он ею не портит свою жизнь. Сколько молодых людей из-за того, что хочу, не хочу, люблю, не люблю, портят на всю жизнь вообще свое бытие. Слова простые, а вот как реализовать их в жизни? А в монасты идти. Это задача, по-моему, не под силу большинства. Ну вот и пусть теперь подумают, монаш-то для слабых, для сильных. Представьте, дорогие друзья, как в один прекрасный день вы просыпаетесь и понимаете, что все, на этом все ваши желания закончились. Будете делать, что скажут вам. 5533100 это наш СМС-портал. Друзья, мы беседуем с отцом Дмитрием Смирновым. Вы можете присылать свои вопросы, я задам их сразу после новостей. Доброе утро, друзья, мы продолжаем беседу с нами в студии отец Дмитрий Смирнов. Вы присылаете вопросы, ну я думаю, что задам несколько из них. Здравствуйте, отец Дмитрий, скажите, почему в православии священников называют Иеремия. Что за слово происхождение? Поясните, пожалуйста. Иерей это греческое слово, которое означает в переводе на русский священник. Вот все так просто. А люди мучаются? Ну, вместо того, что слова рек открытия, они что-то мучаются годами. 5533100 это наш СМС-портал. Как вам версия, что на Руси монахи отставные воины на пенсии? Это было такое после указа Петра Первого. Он запретил постригать монахи, а он к тому времени сделался главой церкви, он уже все перекраивал на такой европейский голландский лад, вот, и церковь вынуждена была слушаться, и вот только отслужившие 25 лет солдаты, это было для них такое, ну, место пребывания, потому что у них полный был отрыв от той местности, где их уже никто не ждал, откуда они были взяты, солдаты. Все давно выросли, кто умер, вот, и деваться было некуда. А Петр он уже ничего не понимал в монашестве, вот, и плохо вообще разбирался в христианстве первое время, вот, потом постепенно с годами немножко как бы просветился, и вот поэтому он не понимал духовной пользы монашества, он смотрел как вот прагматик, ну, куда, ну, вот, что там в монастыре, бездельники, вот, пускай вот хотя бы солдатами там занимаются. Продолжая нашу мысль, разговор о воле, свободе, воле или не свободе, вопрос задают, чем отличается в таком случае монах от раба, если воли нет своей? В слове раб вообще ничего плохого нет. Раб это слово работать. Да, монах это раб Божий. Совершенно верно. ничем не отличается. Только он служит не хозяину, человеку, а он служит Богу. Поэтому скажи мне, кто твой хозяин, я тебе скажу, кто ты. Если твой хозяин президент корпорации Кока-Кола, или же твой хозяин создатель вселенной. так что очень разница большая. На кого работаешь? Продолжая ту же самую мысль, видимо, пишут нам из Питера, в армии тоже точно так же. Ешь, что дают, одеваешься во что дают, делаешь, что скажут. Совершенно верно. Поэтому церковь именует себя воинством Христовым, Христовым. А монашество это гвардия церкви. Вот не удастся вам, друзья, видимо, отца Дмитрия с пути свернуть на все. Есть ответ такой, что не подкопаешься. Да этот ответ же не я сочинил. Этим ответом тысячи лет. Просто народ-то темный, как армейский сапог. Боремся с теменью. Просвещаем широкие массы. Что там? Каждый же живет жизнь для себя первый раз книжков не читает, в церковь не ходит. Темень непролазная. И поэтому вот такие всякие представления. Но я очень рад, что да, очень похоже. Более того, в церкви используются знамена. Мы именуем их по-старму Харугви. И там есть и дисциплина, и послушание, и звание. Это вот сан. Даже очень интересно, я как-то наложил священный сан на табель рангов Российской империи. Совпало. Кстати, по поводу иерархии церковной, это тоже отдельно интересный вопрос, потому что некоторые спрашивают, а зачем вообще вся эта иерархия, что ближе к Богу кто-то, а кто-то менее близок? Нет. Человек всегда создает всякие системы для простоты управления. Когда церковь была маленькая, 12 человек, этого не требовалось. А сейчас церковь, это сотни миллионов человек. Поэтому нужна более или менее стройная система. Более того, пусть умрут от горя, но нужна и бухгалтерия, нужны и банковские счета, все нужно. Нужны и фабрики по изготовлению там свеч, все нужно. Это вы сейчас очень, конечно, разбили сердце у многих наших слушателей, потому что как-то так, что в церкви полы сами не моются, что ли? И свет просто так не горит, надо электричество туда проводить, оказывается. И газ надо, чтобы там тепло было. А как же? Ну, не знаю, хотя замедли. Либо привозной, либо магистральный, если в городах. Конечно, нет. Дело в том, что некоторые люди думают, что церковь состоит из каких-то инопланетян. Вот есть такая версия, что это инопланетяне, но из таких же людей. Если обычному нашему гражданину нужен газ, то и человеку, который ходит в церковь, тоже нужен газ. Нет, мы свято будем верить, что свечи должны быть в церкви, они должны быть бесплатные, и откуда-то они должны браться волшебным образом, судя по всему, потому что нельзя, чтобы кто-то занимался этим делом. Если честно, то вообще-то свечи бесплатные. Свеча это просто зримый эквивалент твоего пожертвования на церковь. Тут просто вопрос нашей культуры, которая... Религии же не бывают без жертвы. Абсолютно с вами согласна. И тут у меня, честно говоря, я вот несколько лет прожила на Ближнем Востоке, там же не было 70 лет, которые были у нас в стране. Там культура совсем взаимоотношения человека с церковью иная. И нет никакого вопроса в том, что ты пришел и поставил свечу. А у нас нет культуры, она разрушена. Конечно. Мы так по крупицам восстанавливаем? Для человека вопроса нет. Это само собой понятно, что любой институт, если он существует, если там есть помещение, люди, которые там слушают, он должен... То есть от материальных вещей не избавиться никак. Ты берешь свечи и жертвуешь что-то по силам. Но тогда, когда у нас спустя 70 лет сознание изменилось до такой степени, человек приходит, берет и не считает необходимым ничего за это отдать, но, извините, не берет до нихила-нихил, как говорили древние. Из ничего-ничего не бывает. Это советский подход. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Поэтому тотальное воровство, что пришлось в один период даже за колоски в тюрьму сажать. Поэтому из этого, конечно, другая где-то порочная практика выросла, что есть ценники, которые многим не нравятся в церкви. ценники, это, конечно, неправильно, но ценники ввела советская власть, чтобы контролировать финансовые потоки. Это не церковь придумала ценники. Интересно, кстати. Конечно. А теперь попробуй, когда это уже окрасилось сакраментальностью некоторой традиции, попробуй это в выведе. Но наши святейшие патриархи, они трудятся над этим. Вот и патриарх Алексей много этому нервов отдал, и теперь святейший Кирилл. Одно дело пожертвование, а другое цена. У свечи нет цены. Поэтому мы увидим, вот в одном храме так, в другом так. А эти возмущаются. Но это не галантерейная лавка и не Макдональдс. Хотя и там, в каждом государстве, своя цена на Биг Мак. Что меня больше всего поражает, видимо, священник со своей нередко большой семьёй и многими детьми должен тоже каким-то образом странно вести существование, не имея никаких источников доходов. Почему не стыкуются в голове простые вещи? Мне это совершенно непонятно. Но, видимо, думать это сложно и не всем доступно. Ну, потому что с Беномом Ньютона плохие отношения. Если все станут идеальными верующими и уйдут в целомудрие с безбрачием, то как будет продолжаться род человеческий, волнуется Денис из Санкт-Петербурга. Бедняжечка. Пусть не волнуется. К сожалению, этого не случится. Дай Бог, чтобы сам Денис бы пошёл в монашество. А так, монахов у нас в стране всего несколько тысяч человек на 146 миллионов. Поэтому совершенно... Но это вот как те кристаллики соли, которые предохраняют продукт от гниения. Поэтому необходимость этой соли, она совершенно категорически важна. Ещё один на серьёзный вопрос, который волнует широкие массы народные. Почему и доколе, я бы добавила, у католиков в церкви можно сидеть, а у нас только стоя можно общаться с Богом? У нас тоже можно сидеть. Пожалуйста, возьми, купи себе алюминиевый стул, приноси и садись. Никто не прогонит? Ну, как такого здорового прогонит? Вы сейчас разочаровали, отец Дмитрий. Ну, что же делать-то? Судьба такой. У людей мир рушится, вся картина вселенной. Нет, но это картина искусственная. А читает человек московский комсомолец, вот у него определённое складство представления. А немножко надо расширить. 5533-Вести, друзья, это наш самоспортал. 5533-Короткий номер, со слова Вести начинайте свои сообщения. С нами отец Дмитрий Смирнов, сейчас новости, через полторы минуты мы продолжим. С нами отец Дмитрий Смирнов, люди спрашивают, а как с вами встретиться, связаться? Я думаю, можно проще на этот вопрос ответить, в каком храме вы служите, где можно вас найти. Это задача для второго класса, средней школы. Вот, это как задание данным могу предложить. Кто захочет, а то может еще такси подать. Друзья, я вам подскажу, это в районе Динамо надо искать, забейте в интернете. 5533-Вести, это наш смс-портал. Вот какой вопрос интересует многих. Французская и Шотландская церкви прекратила Русская Православная Церковь официальные контакты с протестантскими церквями Франции и Шотландии. В связи с тем, что пошли на уступки представители этих церквей гомосексуальным парам в частности. Вот народ интересуется, почему мы так радикально на это отреагировали? Ну, Русская Православная Церковь. Дело в том, что мы имеем как церковь общение только с христианами. Поэтому, если какие-то сообщества, именующиеся церквями, отрицают подлинность священного писания, где все по этому поводу опять же сказано, то они не являются христианами. Поэтому нам незачем с ними проводить какие-то конференции, они сами засвидетельствовали. Ну, например, какая-то церковь будет говорить, что а Христос не воскрес? Или будут говорить, что Мухаммед, Христос и Будда это одно и то же? Или как Кришнаит говорит, Кришна и Христос это одно и то же? Ну, некоторые Кришнаиты. Так что, ну, о чем тут дальше может идти речь? Поэтому, если вы считаете однополые союзы браком, то, значит, вы не христиане. Вот и все. Это одно и от другого вытекает автоматически. Очень радикально для многих звучит такая вот позиция. А что такое радикально? Когда я ем курицу, я с ней радикально поступаю? Более чем, я считаю. Ну, так, конечно, что мне теперь курицу не есть. Это философский вопрос. Ну, радикально. Кого-то радикально в этом есть что-то такое дурное. А вот это очень интересная мысль. Ну, а как, с Гитлером разве не радикально поступили? Да вот как-то очень даже. Очень радикально и очень правильно. И эффективно. Ну, об этом можно еще говорить. Хотя в последние события показывали нам, что результат хороший в итоге. Намного десятилетия мы были освобождены от каких-то таких всяких дум. В чем неправильность экуминизма, спрашивают у нас на СМС-портале? Экуминизм хочет из разных таких сообществ, которые именуют себя церквями, создать одно единое движение, что категорически невозможно. Мы можем вести диалог с целью рассказать о том, что такое православие и каково его православие взгляд на мир. это мы можем с целью миссии, но объединяться с людьми, которые не являются членами церкви, хотя об этом и говорят, и себя могут именовать, всякие экзотические названия, церковь святых последних дней. Ну и на здоровье. Называй себя как хочешь, если тебе позволяет это то государство, в котором ты живешь. Но это нехристианская церковь. Почему, кстати, с точки зрения православия она нехристианская? Вы объясните? Потому что христианскую церковь организовал Христос. Поэтому она христианская. Все остальные, как и Христос говорил, воры есть и разбойники. Есть ли там апостольская преемственность? Нет, конечно, и быть не может. 5533 Вести это наш самоспортал. Как относиться к проклятиям, спрашивает человек. Опять же, все беспокоится о проклятиях от невежества. Почему? Поясните. Христос сказал благословляйте проклинающих вас. Поэтому, если тебе человек проклинает, ты пожелай ему доброго здоровья и благополучия его детушкам. И чтобы никто никогда в жизни не обижал. и всякого благословения и благоденствия. Вот так нужно реагировать на проклятие. Это очень воодушевляюще звучит. Ну да, так по-христиански. Так написано в нашем христианском Евангелии. Поэтому читайте и разумейте. Своего гнева нужно бояться? Это грех? Нужно бояться всякого греха, особенно смертного. А гнев это смертный грех. А почему? А он не творит правды Божьей. В гневе всегда человек что-то говорит или делает, о чём всегда потом жалеет. Это в гневе всегда нужно посмотреть на себя в зеркало и увидишь бесноватую харю. Это вид такой неприятный, что многие люди сразу как-то перестают гневаться. Жуткое дело. Есть несколько вопросов по поводу старообрядцев и староверов. Каковы отношения Русско-Православной Церкви с ними и к ним? Каковы отношения? Мы воспринимаем это как факт. Ну, конечно, у нас очень сильные догматические расхождения. Вот, а так мы на таком личном уровне или церковно-общественном общаемся. Что делать, если вместо веры сомнения, в том числе и в Библии, разве полный отказ от собственной воли не приводит к отказу от ответственности? Ответственность такое лукавое слово. Обычно о ней говорят совершенно безответственные люди. Потому что ответственность перед кем? Перед самим собой. это так вообще очень легко самому себе прощать или что-то не прощать. Поэтому это все к области, большая область, называется демагогия. А попроще, если не по-гречески, сказки для дураков. Очень понятно. Объяснили. Рад стараться, Анечка, для вас. Ваше отношение к адвентистам. Продолжая тему протестантов. Я думаю, что, в общем-то, на этот вопрос уже нам отец Дмитрий ответил. Адвентисты это не протестанты. Не протестанты? Нет. В чем это секта, возникшая в Америке в конце XIX века? Это все очень легко найти в интернете. Вот поэтому какое отношение? Очень большое сочувствие к тем, кого людям, которых туда привели, которые исповедуют вот именно вот этот набор постулатов. Почему в церковь нельзя прийти, когда нуждаешься в этом, а можно только когда служба? Из Липецкой области странный вопрос. Ну, может быть, там в Липецкой области существует какое-то сельцо, где живет 14 человек, и священник приезжает из самого Липецка туда раз в неделю. Поэтому храм закрыт. Вот. А так в нашем храме весь световой день с утра до позднего вечера храм открыт. Службы и утром, и вечером, и днем, и народу. Кстати, между службами приходит гораздо больше, ну, я имею в виду в целом. Поэтому эта информация не имеет ничего общего с действительностью. все московские храмы, вообще везде, где много народу живет в населенном пункте, там все храмы открыты с утра до вечера. За час до службы и за час после последней службы храм закрывается опять же на уборку. А когда уборка заканчивается, вообще уже темно. Давайте ответим светлому и прекрасному человеку по имени Дмитрий Раров. Он нам написал на СМС-портал. Церковь, как и ЛГБТ и прочие обделенные здравым умом и душевным здоровьем хорошо защищены законом. А нам-то разумным людям как быть, когда мракобесная чушь безнаказанно льется из всех щелей? Вам надо брать власть и устраивать свои порядки. Демократическим путем, без всяких революций, создаешь партию и начинаешь там горланить на этих самых митингах, тратить деньги на листовки и так далее, и так далее. проводить своих депутатов в Думу, подавать законопроекты, ну как, что вам делать? Если он такой светлый, разумный, не знает, как делается в государстве, пока в нем демократический строй. хорошее предложение отец Дмитрий, но только боюсь, в последнее время практика показывает, что как-то не выходит у нас в стране. Тут он Ходорковский заявил, что не получается, видимо, демократическим путем, поэтому крови будет больше. Не срослось пока у народа. Все-таки дело в том, что Ходорковский я понимаю его как человека, но если он умный человек, он же должен понимать расклад сил и должен человек понимать, что с таким прошлым человек вряд ли может здесь стать политическим лидером. Пока, друзья, ваше время еще не настало, к сожалению, для вас. Ну, а мы посмотрим, что будет дальше. Дай бог, будет у нас все хорошо. Дальше будет болезнь и смерть. Точно! Отец Дмитрий Смирнов был с нами сегодня утром. Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.